Макдональдс. 100% российское сырьё. Ну и хорошо, закрывайте. Но только завтра там уже должен быть не Макдональдс, а у дяди Вани. Запад начал системную войну на уничтожение Российской Федерации. Жители Москвы выстраиваются в длинные очереди к банкоматам. Люди встревожены финансовой неопределённостью, вызванной санкциями Запада против России. В магазинах уже растут цены на товары. Многие зарубежные компании прекращают сотрудничество с Россией. Клиенты российских банков, попавших под санкции, больше не могут пользоваться Apple Pay и Google Pay. Рубль подешевел и цены на бытовую технику подскочили. Повышение цен на 20-30% фиксируют аналитики почти во всех магазинах бытовой техники и электроники. Скупают всё. Холодильники, микроволновки, телефоны. Ирина сегодня пришла за подарком мужу. Смарт-часами. Говорит, присматривала давно, сейчас решила купить. Как бы ещё не подорожали. Повысились тысячи на три. Повысились. Процентов 20-15. Пока одни скупают товар по ещё приемлемым для них ценам, другие покидают магазин в расстроенных чувствах. Ольга Хливная пришла сегодня за мясорубкой. Старая сломалась, новая нужна срочно. Но пока будут справляться без неё. Вот такая, какая у меня была, сейчас 15 тысяч. Раньше я её за две с половиной покупала. Управление Федеральной антимонопольной службы следит за уровнем цен на сахар. В частности, производители получили письма с предупреждением о недопустимости повышения цен на продукцию. Повышение цен на продукты и запасы товаров в Иркутской области сегодня обсудили эксперты. Население активно скупает продукты питания, длительного хранения и электронную технику. Ажиотаж потребителей вызван паникой и сложной ситуацией в стране. Антимонопольная служба взяла на контроль цены на целый перечень товаров первой необходимости. Запрос уже отправлен руководству федеральной группы компаний, которая специализируется на детском питании и подгузниках. Именно в этом сегменте, по данным ФАС, произошло самое значительное подорожание. Жалобы на необоснованное повышение цен поступили в ведомства от покупателей по горячей линии. Так, например, по некоторым позициям смесь прибавила в среднем от 300 до 1000 рублей за упаковку. Стоимость пюре выросла в три раза, подгузники на 400 рублей. К продолжению темы санкций. Чтобы смягчить их последствия в городах и районах края, необходимо создавать специальные оперативные штабы. Сейчас под ударом могут оказаться застройщики из-за исчезновения импортных комплектующих и материалов. Так и хочется спросить. Зачем? Зачем все это? Ради чего? Орган Стэнли выступил с таким прогнозом, что в апреле, уже в апреле, то есть через месяц-полтора, Россию ждет дефолт. И что это в данном случае за дефолт? А о дефолте чего в данном случае идет речь? Смотрите, дефолт это не исполнение должником своих обязательств. Ну, вот так вот, совсем если просто. А в данном случае, когда мы говорим о каких-то событиях, касающихся экономики, это не исполнение обязательств крупным должником. Ну, мы имеем в виду всегда Российскую Федерацию. То есть вот наш Минфин, который не платит по своим обязательствам, ну, как это было, например, в преснопамятном августе 98-го года. Соответственно, сейчас действительно пошли разговоры о том, что Российская Федерация может совершить дефолт. Но вот давайте так, что... Смотри, я же живу в Америке, да, у меня есть разница во времени. Вот, в принципе, когда вчера здесь уже был вечер, то есть где-то часов около восьми, соответственно, в Москве было четыре часа утра, на ленте Блумберга было сообщение, что настоящий Игорь Иванович Сечин совершил дефолт. То есть вот вчера, в воскресенье, у Роснефти наступал срок погашения облигаций на 2 миллиарда долларов, и эти деньги не поступили к концу дня понедельника. Да, то есть вот, ну, это на самом деле, как говорится, технические задержки бывают. У Роснефти есть 30 дней, чтобы, вот, что называется, из состояния технического дефолта перейти в настоящий дефолт. Вот, поэтому, что называется, он уже к нам пришел. Да, насколько он серьезный, но я честно скажу, что я сегодня уже еще не успел посмотреть ленту Блумберга, поэтому, может быть, он уже и расплатился. Кстати, хочу сразу, чтобы, опережая события, «Газпром», у которого срок погашения был в облигации там 1 миллиард 300 миллионов, вчера они заплатили. Да, то есть вот, как написал в своем указе Владимир Путин, каждый заемщик в Российской Федерации имеет право самостоятельно принимать решение платить в валюте, платить в рублях, ну, или вообще не платить, да, потому что что будет происходить, никто не знает. Почему возник апрель? Если я помню правильно, 4 апреля у Российской Федерации погашение еврооблигаций на сумму чуть ли не 3, то ли 2, то ли 3 миллиарда долларов. То есть вот это даже не купонный платеж, потому что платеж по купону должен быть через неделю, 16 марта, он небольшой, там 73, по-моему, миллиона, если там 2 раза полугодовых платежа должно быть. Вот, а в начале апреля такое большое погашение. И, в принципе, вообще-то говоря, министр финансов Силуанов заявил, что мы не резидентом из 52 недружественных стран. Представляете, вот в мире там 200 стран, из них 52 нам недружественные. То есть каждая четвертая. Ну, на них приходится, наверное, процентов 60 мировой экономики. Вот, короче говоря, мы им заплатим рублями на специальные счета типа С. Мы для них их откроем. То есть они нас не просят, они об этих счетах вообще ничего не знают, реквизитов не имеют. Какой режим этого счета будет, мы никому пока не скажем, потому что Центральный банк этого не решил. Но, короче говоря, мы вам заплатим рублями, а рубли потом не дадим забрать. То есть мы их сначала не дадим конвертировать, а потом не дадим валюту вывезти. Ну, или конвертировать дадим, но не дадим валюту вывезти. Короче говоря, риск дефолта Российской Федерации, он действительно очень большой. И вот он, в отличие от кризиса 98-го года, когда, в общем, по большому счету это было такое, знаете, как очень болезненное лекарство, но оно, как говорится, вело экономику к выздоровлению. Потому что в ноябре 98-го года экономика начала уже расти. То это такой рукотворный кризис, когда власть, начиная от Путина, Силуанов, Набиулина, Мишустина и дальше по списку, они осознанно разрушают вообще все институты, которые есть в российской экономике, такие экономические институты. Поэтому вероятность дефолта очень большая, но она абсолютно рукотворная, потому что деньги у Минфина есть, возможность провести платеж в пользу регистра агента существует. Захотят этим воспользоваться или не захотят, ну, вот кто ж их знает? Тут возникает вопрос с точки зрения простых граждан, что называется. Дефолт 98-го года, все помнят по-первыхому, первый эффект – это девальвация многократная, тогда, если я правильно помню, практически в пять раз подешевел рубль. Что сейчас? Девальвация уже произошла практически двукратная. Как это будет сейчас? В чем в данном случае дефолт будет выражаться для граждан? Ну, смотрите, давайте так, вот если совсем честно, то изначально девальвация была 50-процентная, потому что рубль подскочил там до 9… До 9, да, точно. До 9,50, а потом на пике был 20 рублей с копейками, то есть 3,5 раза. То есть 5 раз – это уже где-то там сильно позднее было. На самом деле, смотрите, вот девальвация уже случилась, да, и там, если верить официальному курсу Центрального банка, то доллар вырос в цене на 50%. Если верить курсам обменников, то доллар вырос, ну, уже почти в два раза. Да, то есть, в общем, на самом деле, с точки зрения девальвации, мы получили практически то же самое, да, что было в августе 98-го года. Но я боюсь, что на этом дело не остановится. Ну, впрочем, как и в августе 98-го, да, там же все на первой неделе не остановилось, шло дальше. Поэтому вот то, что я слышу про московские магазины, что цены на импортные товары растут, ценники в какие-то дни вообще отсутствовали, и кассиры говорили, мы цены меняем каждый час. И на какие-то, ну, такие вот совсем хай-эндовые товары, там цены вырастали не в полтора-два раза, как курс доллара, а там, не знаю, в три-пять раз. И продавцы открыто говорили, что, ребят, это последняя модель айфона, это та, которая у вас на руках, следующей уже не будет. Да, поэтому вот, ну, собственно говоря, для населения всегда экономический кризис – это инфляция и падение уровня жизни. И, собственно говоря, это не пройдет ни мимо кого, это увидят все. Субтитры создавал DimaTorzok